В районе Бурятии гибнет скот. Опасные ливневки привели в порядок. В Бурятии ослабят запрет на использование дронов. О происшествиях. Накануне возле торгового комплекса «Заря» сбили женщину. 70-летняя водитель автомобиля «Тойота Саксит» при выезде с парковочного места совершила наезд на 61-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход с переломом госпитализирована в БСМП. И еще одно ДТП с пострадавшими. На этот раз легковушка протаранила автобус. 65-летний водитель автомобиля «Нива», следуя по улице Гархонской, не предоставил преимущества движений и совершил столкновение с автобусом «Волга-Бас». Под управлением водителя 1975 года рождения. В результате экстренного торможения автобуса 77-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести. В Бичуре пьяный тракторист врезался в Ниву и скрылся с места ДТП. Пострадала женщина. В Яволгинском районе насмерть замерз сборщик шишек. Спасатели БРПСС обнаружили тело разыскиваемого мужчины. Предположительно, он скончался от переохлаждения. Всего за время поисковых работ спасатели обследовали 16 квадратных километров лесного массива, троп и дорог. Напомним, мужчина ушел в лес собирать кедровые шишки месяц назад. Жители Иравненского района бьют тревогу. Там участились нападения на домашний скот. По словам местных, ранее в деревне задрали теленка. А через несколько дней напали еще на одного. Жители обвиняют собак. Из дома страшно выйти. Кругом собаки. И никто их не убирает, не привязывает. А администрация в лице главы никак не реагирует на обращение жителей. Но доказательств, что это собаки, нет. В Чите взорвалась котельная. Предварительная причина взрыва – разгерметизация труп. Они были повреждены. Пострадали двое сотрудников предприятия. В Улан-Удэ приют для животных Ананда находится в отчаянном положении. Наша съемочная группа на днях выехала на место. По словам директора учреждения, администрация города перестала оказывать финансовую поддержку на содержание собак. Из-за голода животные начали погибать. По 20 хвостов за день. Как выяснилось, распределением всех финансов занимается управление ветеринарией Бурятии. Сейчас мы будем проверять эти финансовые средства, насколько правильно они их израсходовали. Поэтому проверка пройдет в отношении администрации города Улан-Удэ и приюта Ананда, отлавливающей компании. На сегодня правильно ли они вообще израсходовали. Возможно, я считаю, что они неправильно израсходовали. Проверка покажет. Директор приюта Вячеслав Самбуев заключил контракт с городской администрацией на год. Деньги закончились 25 августа. Впереди еще три холодных месяца. Какая судьба ждет четвероногих, неизвестно. На следующей неделе сотрудники управления ветеринарией Бурятии поедут в приют проводить проверку. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков оказался в конце рейтинга, посвященного оценке деятельности мэров регионов и крупных центров России за август и сентябрь 2023 года. Городоначальник занял 83 место из 88. Игорь Шутенков не раз подвергался критике со стороны жителей. Чаще всего это касается переселения жильцов аварийных домов, общественного транспорта и содержания дорог. Огромный шквал возмущения достался мэру за ремонт тепломагистрали номер 3. Меж тем в пятерку лучших мэров страны вошли градоначальники Москвы, Казани, Сочи и Тюмени. Что касается наших соседей, то мэр Иркутска занял 31 место, а мэр Читы – 80-е. В этом году в Улан-Удэй всплыли наружу все недочеты после капитального ремонта дорог. Среди них неправильно уложенные ливневки. На Балтахиново поверх существующей ливневки установили новый водоприемник. Его не закрепили к основанию дорожных плит, из-за чего в процессе интенсивного движения решетки начали буквально подпрыгивать, а асфальт разрушаться. Всего в городе выделили пять особо опасных ливневок. Находятся они на улицах Мокрово, Сахьяновой, проспекте Строителей и Терешковой. Привести их в порядок должны были подрядчики. Однако этого не произошло. Разбираться с проблемой стали сотрудники комбината по благоустройству. Ранее мы проводили комиссионные выезды, обследовали ливневые канализации. Уведомляли подрядчиков и ждали от них действий. В итоге мы приняли решение, эти ливневки мы отремонтируем сами и не будем надеяться на подрядчиков. Коммунальщикам пришлось проделать большую работу, восстанавливая ливневые канализации практически с нуля. Они укладывали дорожные плиты, ремонтировали лотки и меняли чугунные решетки. Работы завершены уже на четырех объектах. Теперь потраченные средства планируют взыскать с подрядчиков. Анастасия Брянская, Нема Роднаев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал». Улан-Удэ начнут переводить на электроотопление в 2024 году. Этот процесс будет постепенным. Начнут с трех дачных товариществ – урожай, сибиряк и профсоюзник. Сейчас электрики выясняют у жителей, какое электрооборудование они хотят установить. И какая потребуется мощность. Уже получены 65% ответов в пилотных ДНТ. Результаты опроса будут учитываться при реконструкции сетей. За ближайшие три года энергетики планируют подключить Левый берег, поселок Забайкальский, стеклозавод Шишковку и Горький. В Буретии ослабит запрет на использование дронов. Теперь их можно будет запускать почти над всей территории республики. Такое поручение дал президент России в связи с развитием беспилотной авиации в стране. Цель – создать полноценную отрасль производства и использования гражданских беспилотников. В стратегии определены направления развития беспилотной авиации, целевые показатели, перечень необходимых мероприятий. В связи с этим на территории Бурятии появилась необходимость ослабить ранее введенный запрет на использование беспилотников. Ограничения полетов оставят только над объектами топливно-энергетического комплекса и объектов, принадлежащих Росгвардии. Официальные даты разрешения пока неизвестны. Новые правила вступят в силу после того, как подпишут указ. Документ опубликуют на официальном сайте правительства РБ. Спасателям построят новый штаб. Здание поисково-спасательной службы на геологической ждет реконструкция. Проект уже на финальной стадии. Скоро документацию отправят на прохождение экспертизы. В Управлении капитального строительства отметили, что заметно увеличится площадь здания. Его оттеплят покрасят стены и заменят полы. Обновят и внешний облик. При отделке фасадов планируется использовать панели оранжевых и фиолетовых оттенков. Отметим, что здание не ремонтировали уже более 60 лет. Солистка бурятской февармонии Сесека Юшеева готовится к большому сольному концерту. Он пройдет 10 октября в Русском драматическом театре. Я заявила этот концерт как большой сольный концерт. Но сольный концерт подразумевает то, что, конечно, я там буду одна. Но будет в одном номере. Мы решили все-таки пригласить своих друзей. У нас с ними стоит трио. Будет мощное трио. Это трио, кстати, на прошлом концерте многие отметили, сказали, что один из самых сильных номеров. Певица отмечает, основной костяк останется с прошлого концерта. Тогда прозвучало много новых песен, которые за лето стали еще более популярными. Песни прозвучат в основном на бурятском языке, но песня одна будет на русском языке. Это все авторские песни, которые были написаны специально для меня. Мы вспомним и хиты прошлых годов, там 60-х, 70-х, 70-х, даже шлягеры, можно сказать. Я их вспомнила и в новой обработке, в новой аранжировке. В завершении концерта зрителей ждет большой сюрприз. По словам Сесек, она ждала этого момента довольно долго. Анастасия Брянская, Нема Роднаев, программа Вместе, телеканал Мир Байкал.